здравствуйте друзья вы видите креветочки и нам лена расскажет что там с креветочками намечается вот я уже очистила их от панциря такие красивые они были они были в доспехах сейчас мягенькая то что внутри мы замаринуем с лимоном с маслом авокадо и вот с веточками розмарина значит я хочу понять сколько займет процесс маринования сейчас разотрем розмарин что он у нас на улице растет может если что можем добавить можем еще лимона слышишь взять у нас растет лимон может сделать сразу из мы возьмем имеющийся розмарин свежим пару веточек которые отлично пошли вот тут друзья растут лимоны нельзя сказать чтобы они были именно знаете примечательны своей желтизной вот этого пока нет но кое-что уже есть мы видим про да тут вот что то есть такое мне пока не больше на лаймы похоже ну это лимон лимон и мы но по цвету да мы уже тут кое-что сняли с них они продолжают еще там зацветать ведь и цветов много мало солнечных дней последнее время все слоев цветов вот тут вот они прямо как зацветают кустик маленький мы не даем ему разрастаться мы специально его подрезаем чтобы он не заслонял не загоражил вид из окна так вот у светланы такая идея ну что надо выбрать пару лимончиков мне кажется вот тут страны вот тут все вот есть как парочку каких-то я выбрал побольше которые там вот есть так ну тут уже это точно надо срезать слопнул да ну-ка смотрим где мама родная я такого еще не видел но это точно такого я еще не видел ничего он просто он не выдержал друзья вот это не вынесла душа поэтому поливаются каждый день там орошается вот это выглядит симпатично берем берем я честно говоря не уверен в съедобности вот этого пострадавшего как-то он странный такой да может еще что-нибудь возьмем там вон там который к земле клонится может быть он там ветка утяжеленная нет нет не знаю а знаешь что вот тут смотри сверху какие хорошие вот вот эту тогда вот такой красавица поэтому двух нам хватит да конечно а не хватит мы еще подойдем все друзья лимоны найдены теперь идем за розмарином что делегация отправляется к кусту розмарина с убедительной просьбой поделиться так но тут какой-то я бы сказал даже паутиной местами покрыть надо выбрать так что-нибудь без пауков не в пауков то чего там пауки нам нужно свежие держи держи а как понять они зеленые вот они которые вот этот год они снежные а те которые ну вот вот граница видно видно да 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 все берем берем этого года свежатину берем свежатинку друзья вот так вот работники нам надо набрать их ну папа откуда ты это знаешь ну я же вижу елка да друзья инженер друзья это тебе ничего страшного паучок с ничего страшного у вас шуршала желаю как ее зовут у вас говорят у вас крыска была в петербурге и она никто она была шиншилла 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 вот и ничего правда смотря тут паучка испугалась она пляже жука жука из песка вытащила и как родного она жука и ты люба то есть она может жуки все кроме пауков я считаю что мы так более-менее подобрались и главное что мы научный подход применили правильно розмарины и лимончики подвергаются процессу омовения скажи пожалуйста вот тот лимон который взорвался он скидом и вот так не стало я я тоже засомневался я никогда не видел чтобы лимоны так взрывались ну вот он вот смотри это черти что и пахнет странным пахнет розмарина тоже у меня пальцев да нет надо его выкинуть что мы режем да так значит рассказываешь что мы делаем розмарин пока никуда да мы сейчас помнем чтобы он запах чтобы отдал свой аромат масло и лимону лимон сейчас разрежем посмотрим хороший красивенький да попробуем еще прям выжимаем вот так прямо из него сок это у нас есть до вилка для лимонного сока давай сюда это особая вилка она у нас из советского союза что из них для лимона и кто для апельсина я не знаю мне кажется эти девайсы опоздали потому что мы друзья я значит взял эти пол лимона они кого были выжаты но я их положил в прибор и теперь мы этот прибор прибор сейчас начинаем вот так его пыток начинаем давить она там еще что-то было теперь смотрим что получилось давить хочешь ну там довольно сложно очень вот так получилось еще есть две половинки которые мы не давили давай сделаем давай любаша иди сюда значит вот тебе две половинки да и как сможешь давай отлично давай теперь ветераны так мама держит камеру просто держит так значит ну да тут много не сделать она можно его почти почти практически все выжил давайте может так чуть-чуть ну в общем вот так вот так вот так вот так на эту штуку она идет давай давай попробуем может быть действительно вот так еще вот так из тех для суши еще есть резервы имеются ну все друзья не будем злоупотреблять вашим доверием вот и пойдем ну давайте возьмем вот такую как если бы вот да вот как положено было бы начать я больше но не брызнула зуб ой-ой-ой-ой как она льет теперь вот так это что американская светодавилка неотечественная а вы видите давилку чесночную я как-то усомнился потому что в наше время были не такие но лена меня успокоилась что это отечественная давилка это просто современная отечественная давилка наши были такие больше как с танковых заводов а если чувствуется делается может может быть в китае даже не как это флипкая она хлипкая но она еще у меня там конечно же было в использовании довольно жестко мы смяли и это тоже наши танковые ребята мы сейчас сравним чеснок остался нет у нас все у вас не растет вот давай чеснок это давай еще чуть-чуть вот друзья вот наша советская танковая противота вы такую видели ухты 2 рубля 20 копеек смотрим до 2 рубля 20 копеек это не шутки были 2 рубля 20 копеек друзья но на лёгко я не знаю я не знаю что конечно я хочу попробовать сейчас посмотрим лена попробует сравнить большевистскую давилку и современную так мы сейчас увидим друзья как советские давилки давят американский чеснок не детская не детская это дело слушай ну давит неплохо мне кажется чеснока хватит не хватит хватит ну подавил там осталось что-то давить или нет наверное все у нас будет очень ну давайте еще чтобы у мамы было впечатление чесноком нельзя ничего испортить так мы снимаем пленки начни выдавиться и еще раз и и и джентльмен это вам не шутки другое дело друзья готова кто скажет что в СССР не делали хороших давилок кто клевещет на родину значит мы движениями руки друзья рвем розмарин на мелкие кусочки видимо чтобы дать так сказать соку растираем выйти пахнет оно бесподобно совершенно вот я стою рядом с чесноком да когда и с чесноком вообще и то и другое очень хорошо пахнет теперь мы это все сейчас так пищем а лимон к сожалению и не пахнет но я думаю что вкус на вкус и скажется лимон ну и чтобы оно там в этом мариновалось чем-то жалить надо им конечно сейчас будет еще масло и соль масло и в смысле масло авокадо прямо жидким зальем конечно хорошо и еще то есть получится такой калорийный продукт нет почему оно уйдет оно сойдет вместе с водой без того оно все останется у нас в миске давайте смотреть чуть-чуть у нас про масло все это добавляется соль посолим немножко я так же смотрю ну мне справка сделаем просто чтобы она не была концентрированная в одном месте это очень очень справедливо хорошо еще раз вот соль гималайская и просто обычная скажем такая столовая отличается по технологии по вкусу как-нибудь отличается отличается гималайская розовая она более соленая соль такая белая ее нужно три раза больше чем обычно а говорят что в гималайской меньше вот этого натрия и флора а другие соли другие элементы которые у нас вспоминаются как соленые то есть натрия и флора меньше а солености во вкусе больше так давай покажем людям из чего мы наливаем масло авокадо окей оно и пахнет хорошо очень хорошо пахнет полезно считается да да к маслу авокадо претензии пока нет наука пока считает это очень полезным пока будем считать что надеяться что и дальше так пахнет потрясающе немножко потомится а чем будем томить а просто поставим прикроем какой-нибудь гнету не будет будет сейчас что-нибудь сообразим вот так друзья угнетали трудящихся как мы сейчас эту массу креветок вне всякой связи с креветками но для ужина посмотри светлана достает это винограды достает огурчики мы только что купили в костках эти огурчики они буквально как домашние я на самом деле даже давай я съем один да я съем друзья ну ну не надо так говорить друзья я съем огурчик для вас только только для вас я бы так не стал Люба тоже хочет для них съесть хочешь есть для наших зрителей да Люба иди ко мне будем вместе есть огурчик друзья для вас Люба и Миша едят огурчик Люба вырастет и будет блогером будешь и Люба будет блогером вы подписывайтесь пока на ее канал канал есть скоро будет скоро будет скоро будет когда будет канал мы отдельно сделаем анонсмен а пока огурчик малосольный хром хром ты знаешь домашнего качества я только не знаю что они там положили в смысле там чуть-чуть уксуса немножко уксус чувствуется кисленький но очень хорошо друзья очень хорошо только для вас я понимаю что вы мысленно с нами вот но все еще впереди мы только начинаем друзья вот тут у вас такая помазка тип у нас у нас типа cream cheese но Света ты же не уходи ты же расскажи про нее вот вы видите ее крышечку это cream cheese в котором нет вот всего того из-за чего не хочется как бы есть cream cheese сделан он из орешков вы видите мягкий сыр очень-очень вкусный да не отличишь мягкий сыр который нужно намазывать на хлебушек а почему ты называешь его мягкий сыр это мне сказал Бена я не знаю как cream cheese будет по-русски вот мягкий сыр вот тут про него все его калории все что там в нем есть он очень-очень мы его употребляем вот с такими вот это такие видишь они называются здесь кейкс но это из коричневого риса так а тут есть вот открытые давай открытые возьмем так значит друзья для вас сырая рыба Люба для вас съест кракер ну бы сейчас с удовольствием съест она уже попробовала так Люба с удовольствием съест для вас кракер полезный из коричневого риса а еще сверху никакого ой никакого глютона там нету все очень классно смотрите как мажут кракеры американские пятиклассницы чувствуется что это так ведь не просто так да так ой рыбка 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 где твоя улыбка только для зрителей так как называется такая рыбка стакан стиль стальная голова это смешно так как наши здоровые кракеры все отлично ты можешь знаешь что поскольку ты все равно в школу еду с собой носишь да вот скажи маме она тебе будет кракеры давать вот то есть да съедобненько Люба носит борщ в школу в термосе правильно а дети дети не говорят дай попробовать есть такое а многие дети хоть носят в термосе что-то а русских детей там много в школе у вас нет а то есть даже не русские носят в термосе а в основном у вас какие дети американские или может быть из Китая или там может быть из Индии из везде отовсюду дети ну хорошо то есть такой у вас интернационал а нет такого что допустим вот они из одной страны и вдруг возьмут там и начнут говорить друг с другом не по-английски так бывает там китайцы по-китайски или там я не знаю русские по-русски редко однажды видела ну то есть на самом деле все по-английски говорят нормально ну отлично отлично бон аппетит как говорят вот как в Америке скажут вот вместо там приятного аппетита что скажут enjoy your food или что-нибудь там есть как have a good meal have a good meal да тоже очень хорошо друзья то что вы видите еще минутку назад было даже более красиво но часть перекочевала как пахнет боже как пахнет вот я дымочек на себя так знаете как в школе учили на уроках химии так вот и что ой какой запах можно я добавила ой какой давай сейчас друзья только для вас Любаша дегустирует креветочку ну искусство ютюб требует жертв вот ты уже практически блогер тебе только канал осталось завести хорошо да так а почему не трогать можно потому что я их переворачиваю так чесночок чесночок только масло нужно немножко ааа ну нет а не масло нам наше горит леточка прокомментируй вот что ты вообще думаешь обо всем что тут у нас происходит а я ничего не думаю мы попробуем и тогда скажем так вот ну вот ты вообще в принципе хотела бы такое делать сама нет я вообще сама с сырыми креветками мне очень комфортно себя чувствовать просто их надо не передержать иначе они будут жесткие а ты сегодня хотела купить устриц ну устриц не надо же готовить ты купила ты кушаешь ну да я вот так трепетно трепетно отношусь потому что надо вот не бери я очень люблю гребешки ага морские морские но для того что их тоже очень много нужно быстро готовить иначе они уже только подмотка это ну ты видишь как я производитель у нас на сутки да мне кажется что это у тебя украинизм я бы сказал я люблю гребешков ты что с ума сошла так Лена по-питерски как правильно я люблю гребешки или гребешков я уже открываюсь гребешки не знаю правда в Питере нет я бы была так ну в Владивостоке будет одну у них спросить местных из Владивостока как они называли их моллюсков во множественном числе так так я доготую еще чуть-чуть еще капельку в принципе нормально вот видите друзья буквально за несколько секунд становится румяным как оно пахнет как оно пахнет как оно пахнет знаете что Лена я думаю что надо назвать твой рецепт кремлевским почему ну вот есть кремлевская диета никакого отношения к кремлю не имеет но просто вот для блатных или знаешь как сейчас принято говорить при президенте российской федерации вот у них там чуть чего значит там и щеки надуют и говорят при президенте российской федерации и сразу кто там не понимает сразу круто вот и у нас тоже вот по рецепту при президенте какие эксклюзивные эксклюзивные и элитные одновременно нет я не знаю до какого момента все нормально так перебрасываются перебрасываются я хочу сказать друзья вы обратите внимание что никто специально никакого масла не добавляет того что происходит на сковородке значит там достаточно масла которые есть в маринаде ну можно так я хорошо сказала в маринаде то масло которое мы добавляли от авокадо в маринаде что друзья салатик Светик про салат можно сказать что там кроме капусты огурчиков и там помидорчиков что там еще зелень укропчик так это вот наши креветочки это подобие крем чиза из орешков огурцы авокадо рыбка уже там уже что осталось без дрожжей это просто хлеб редкая вещь эксклюзивный товар нет смотри написано что он без сахара так он без сахара а шугар фри и есть и без дрожжей вот так друзья и живем Светочка как бутербродик как бутербродик скажи очень неплохо ну бон аппетит м 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